Сейчас мы разберем старый традиционный способ трактования этого очень знакомого местописания. Не то чтобы это меня беспокоило всю мою жизнь, но у меня не было четкого, ясного понимания о том, что это значит, и как это применять. Мы с вами говорили о практической святости и работали над тем, как вам преобразиться, выбравшись из канав вашей жизни. Слава Богу! Вы спасены, избавлены, у вас есть невменение грехов, кровь Иисуса очистила вас от них. Но после того, как вы испытали любовь Бога, и теперь любите Его, вы хотите, чтобы ваша жизнь была примером, вы хотите своей жизнью воздавать славу Богу. Иначе говоря, хотя и есть прощение грехов, но вы не хотите своей жизнью демонстрировать грех, потому что Библия говорит, что благодать Божья учит нас тому, как жить свято, как жить праведно. Иначе говоря, вы хотите своей жизнью воздавать славу Богу, но есть определенные вещи в вашей жизни, с которыми вы боретесь. Никто об этом не знает, но вы боретесь с этим, и вы не хотите этого делать. Вы хотите избавиться от этого. Итак, мы говорили о том, как увидеть свою жизнь, преображенную в славу, как увидеть свою жизнь, преображенную таким образом, что вы не делаете того, чего не хотите делать. Вы хотите, чтобы ваша жизнь преобразилась изнутри, потому что знаете, Иисус — ваша святость. Наступает в жизни каждого христианина момент, когда он говорит, «Я хочу жить праведно». Вы понимаете, о чем я? Я хочу жить праведно. Я не хочу больше делать вот это. Я вижу любовь к Божью. Я испытал ее. И в то время, как все мне позволительно, не все мне полезно. Я хочу жить праведно. Кто из вас хочет жить праведно? Я хочу поступать праведно. Я хочу, чтобы моя жизнь была живым письмом Иисуса. У кого есть время продолжать грешить и бороться с чувством стыда, в то время, как можно воздавать славу Богу, преображаться изнутри чудесной благодатью? Первое, что мы рассмотрели — важность созерцания Иисуса через Слово Божье. Первый ключ к преображению — отвести свой взгляд от себя, отвести свой взгляд от обстоятельств и ситуаций. И сосредоточить свой взгляд на Иисусе через Слово Божье. Библия говорит, что созерцая славу Господа, мы будем преображаемы Духом Святым. Нас преображает Дух Святой, а мы должны созерцать Слово. Нам, христианам, для того, чтобы преобразиться и выбраться из кона в своей жизни, необходимо пребывать в Слове Божьем. Мы должны видеть, что Слово говорит о нас. В то время, как мы сосредоточены на Слове, Дух Святой преображает нас в образ Слова, которое мы созерцаем. Мы слышали свидетельства многих людей, которым врачи ставили диагнозы различных болезней. Они погружались в местописания об исцелении. Они читали эти местописания, размышляли над ними. Они смотрели, что Иисус говорит об исцелении. И после приходили со свидетельством о том, что врачи больше не обнаруживали болезни. Что же происходит? Когда вы начинаете созерцать Слово, тогда Дух Святой берет на себя ответственность преображать, изменять вас в тот образ, который вы созерцаете. Поэтому мы, христиане, должны понимать, насколько важно ежедневное питание Словом Божьим, потому что именно это отделяет нас от мира, хранит нас от мира. Хотя мы в мире, мы не от мира. Потому что Слово Божье освящает нас и отделяет от мирского мышления и поведения. Итак, Слово. Воскликните. Слово. О чем я говорю? Если у вас, христианина, нет времени на то, чтобы проводить его в Слове, то у вас и нет времени изменяться в то, что это Слово говорит. Это понятно? Один из ключей к преображению христианина постоянно созерцать Слово Божье. Кто-то спросит, «А что, я увижу преображение на следующий день?» Нет. Вы увидите его позже. Но вам надо пребывать в Слове, независимо ни от чего. Вот что я осознал. С вами когда-нибудь было такое, что вы боролись со страхом, думая, что он у вас есть? Как вижу ни с кем, кроме меня. Я обнаружил в своей жизни, что я борюсь со страхом. И в то самое время, как я борюсь со страхом, враг убедил меня в том, что страх у меня есть. Но вот что я вам скажу. То, что вы с чем-то боретесь, еще не значит, что оно у вас есть. Возможно, это кому-то из вас поможет, то, что вы с чем-то боретесь. Послушайте это учение. Оно у меня записано в заметках, и я хочу вам что-то показать. То, что вы боретесь со страхом, еще не значит, что оно у вас есть. То, что вы боретесь с похотью, еще не значит, что оно у вас есть. Вы можете быть в битве с чем-то. И не позвольте дьяволу убедить вас в том, что раз вы боретесь с чем-то, то оно у вас есть. Я чувствую, что здесь в это утро произойдет что-то особенное. Я не хочу это упустить. Я не хочу вмешаться и упустить это. Я хочу течь вместе с Духом Божьим, и я знаю, что мы здесь откроем какое-то сокровище. Благодарение Богу за Его благодать, которая обеспечила нас всем необходимым для того, чтобы мы жили жизнью угодной Богу. Благодарение Богу за Его благодать. Но мы должны созерцать Слово. Когда Петр смотрел на Иисуса, он сразу же вошел в сверхъестественное. Именно это и происходит. Когда мы созерцаем Слово, мы входим в сверхъестественное. Когда мы созерцаем Слово и доверяемся Духу Святому в том, что Он преображает нас в то, что мы созерцаем, мы обнаруживаем, что живем в сверхъестественном. Мы возвышаемся над естественными процессами и живем в сверхъестественном, потому что Слово не отходит от очей наших. И что бы ни произошло в жизни, мы смотрим на это с точки зрения Слова. Мы не концентрируемся на том, как мы видим что-либо в естественном. Мы фокусируемся на том, как мы видим это в Слове. Видимо, мире у вас нехватка. Но вы не смотрите на свою жизнь через естественное. Смотрите на нее через Слово Божье. А там сказано, что Бог восполнил все ваши нужды по богатству в Своему славе. Смотрите на свою жизнь через Слово, и Дух Святой будет преображать вас в Него. Вы Духом Божьим будете изменяться от славы в славу. Хорошо. Вот то, о чем мы говорим эти две недели. Вы верите в это? Я хочу обратить ваше внимание на нечто в 36-м Псалме. Давайте откроем этот Псалом и прочтем его. Мы сказали о первом ключе к преображению. Второй ключ к преображению — утешаться Господом. Утешение Господом, говорю вам, преобразит и выведет вас из вашей зависимости, из вашей канавы, из вашей ситуации. Утешаться Господом. Утешаться Господом. На чем я хочу сделать акцент в это утро? Если вы находитесь в какой-либо зависимости, то самое время узнать, как утешаться Господом. Вам необходимо утешаться Господом не только тогда, когда вы приходите в церковь. Я хочу показать вам, если вы научитесь утешаться Господом, то посреди ваших попыток покончить с табакокурением, посреди вашей зависимости, это изменится через понимание, как утешаться Господом. После этого вы будете преображены и выведены из ситуации, с которой вы боретесь в место, где вы в своей жизни сможете воздать Господу славу. Пожалуйста, давайте, приходя в церковь, не будем думать, для чего вы вспоминаете о таком? Мы ведь здесь, в церкви. Позвольте мне напомнить вам, церковь — это место не для совершенных людей. Такое происходит с некоторыми проповедниками за время их служения. Они, стоя за кафедрой, представляют картину того, что они совершены. Нет, никто не совершенен. Новость. Никто не совершенен. Церковь — это собрание людей, которые стремятся достичь этой позиции в Боге. Они снова и снова приходят в церковь, как в лечебницу, чтобы лечиться. Церковь — это место, где мы учимся, как нам преображаться. Мы приходим, и с каждым приходом становимся все лучше. Но мы не сможем быть теми, кем должны быть до тех пор, пока не увидим Иисуса. Когда мы увидим Его, то станем как Он. Аллилуйя. Вы готовы идти дальше? Послушайте меня. Послушайте, вот что я хочу сказать. Послушайте. Я не хочу становиться вашим врагом из-за того, что учу вас истине, а вы с ней не согласны. И после всего мы можем остаться друзьями. Не говорите. Ну, раз уж он говорит такое, то тогда не говорите так. Мы можем оставаться друзьями. Я люблю вас. Вы все еще можете любить меня. Но нам необходимо углубляться. И мне надо рисковать, выходить за рамки принятого и говорить то, чего вы не слышите от других людей. Именно это я и должен делать. Я не собираюсь цитировать то, что говорят другие. Не собираюсь. Но когда я нахожу тех, кто говорит то же, что и я, мне становится так хорошо. Я чувствую себя очень хорошо. Слава Богу. Спасибо, Иисус. Аминь. А теперь готовы? Давайте прочтем четвертый стих вместе. Готовы? Читаем. «Утешайся, восхищайся Господом». И Он исполнит, даст тебе, желание сердца твоего. В расширенном переводе «Утешайся, восхищайся Господом, и Он даст тебе желание и тайные прошения твоего сердца». Я толком никогда не мог усвоить это местописание, потому что, по сути, оно звучит так. «Вот что сделает Бог. Если ты будешь утешаться, утешаться им, Он исполнит твои желания. Он даст тебе то, чего ты желаешь в своем сердце». По сути, так здесь и говорится. И опять возникает вопрос переводом. «Каждый раз, когда я чувствую несогласие в духе, мне необходимо обратиться к языку оригинала и определить контекст, каким образом использовалось конкретно это местописание и какое оно было обращено аудитории. Я уделил время изучению и хочу поделиться с вами результатами». Первое, что я хочу сделать, привести другие местописания, чтобы вы увидели, что здесь происходит. И потом скажу, что я обнаружил в оригинале. Звучит так. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». «Но что, если желания твоего сердца неправильные?» «Что, Бог обязан исполнить такие желания?» Давайте обратимся к 21-му псалму. 21-й псалом, 9-й стих. Отправьтесь вместе со мной в путешествие по Писанию и посмотрим, что у нас получится. 21-й псалом, 9-й стих. Давайте прочтем этот стих вместе. Готовы? Читаем. «Он уповал на Господа, Он утешался Господом. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Вы слышите? Поскольку Он утешался Господом, Он избавит его. Понимаете? Господь избавит его, потому что Он утешается им. Здесь есть компонент избавления, который произойдет как результат утешения Господом. Это ясно? Да? Прочтем еще пару мест Писания, прежде чем по-настоящему поймем. 118-й псалом, 16-й стих. Псалом, 118-й, 16-й стих. Если вы там, скажите «Аминь». Давайте прочтем 16-й стих вместе. «Уставами твоими утешаюсь, не забывая Слова твоего». Мы только что прочли, что когда мы утешаемся Господом, Он избавит нас, но здесь говорится, «Я не забываю Слова твоего». Я пребываю в Слове твоем не только тогда, когда дела идут хорошо. Вы знаете, что это не работает. Но нам необходимо помнить Слово Божье посреди нехорошей ситуации. Я должен помнить Слово тогда, когда обстоятельства складываются не так, как я бы того хотел. И, наконец, обратимся к книге Притч, 8-я глава, 30-й стих. Книга Притч, 8-я глава, 30-й стих. Гости скажут, «Да, эти люди действительно читают Библию». Да, читаем. 30-й стих. Давайте прочтем 30-й стих вместе. «Тогда я была при нем художницей, и была радостью, утешением, всякий день веселясь перед лицом его во все время. Я всегда радовалась перед ним. Всегда радовалась перед ним». Радость не всегда имеет место по причине того, что вы счастливы. Радость пред Господом — ваша сила. Но что такое радость? Радость приходит от того, что вы знаете. Если вы будете постоянно в радости, это сделает вас счастливым. Основа счастья — ваш физический комфорт. Но радость приходит от того, что вы знаете. Библия говорит нам, как Иисус умер за наши грехи и пострадал на кресте ради предлежавшей ему радости. Как такое вообще может быть связано с радостью? Радость приходит от того, что вы знаете. И здесь в этом месте Писания говорится о радости. «Я была радостью, утешением, всякий день веселясь перед лицом его во все время». Мы видим связь. «Я радуюсь перед лицом его, и результат того, что я радуюсь перед ним, то, что он — мое утешение всякий день». Давайте теперь вернемся к 36-му Псалму. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Давайте углубимся в это местописание и разберем его. Вот что я нашел о значении слова «утешайся». «Иметь счастливый или радостный отклик», а не действие «пойди и сделай». «Утешайся Господом» — это не действие «пойди и сделай». «Как мне утешаться Господом?» «Пойди и сделай». Нет. Это действие, отклик. Это то, как вы откликаетесь на чудесную и изумительную благость Господа. Это отклик. Это радостный, счастливый отклик на чудесную и изумительную благость Господа. Это отклик на великое. Это отклик. Скажите, отклик. А не действие «пойди и сделай». Не действие «пойди и сделай». Не действие «пойди и сделай». Отклик. Счастливый, радостный отклик. Вот что это значит. Утешаться Господом значит радостно откликаться в Господе. Радостно откликаться Откликаться на что? На диагноз врача Откликаться на нехватку Откликаться на болезнь Откликаться на проблемы Откликаться на плохие обстоятельства и ситуации И не только это Я так реагирую, потому что знаю благость Господа Я так реагирую, потому что знаю, насколько Бог благ Поэтому у меня будет радость не только тогда, когда происходят хорошие события Что нас традиционно учили делать Нас учили радостно реагировать лишь тогда, когда происходит хорошее Это легко Да, легко реагировать радостно Если я, подойдя к вам, дам вам полмиллиона долларов Это-то легко, не так ли? О, спасибо, Иисус Аллилуйя Аллилуйя И вы бегаете по всему залу Это легко Однако вы увидите силу только тогда, когда сможете реагировать Оказавшись в плохой ситуации точно так же Как и в хорошей Та же самая реакция, когда у вас нет еды в холодильнике Та же самая реакция, когда вы получили плохие вести Аллилуйя Реакция Восхищение Радость Послушайте, никому не нужны отношения с человеком, который восхищается вами только тогда, когда все идет хорошо Я восхищаюсь Я восхищаюсь Стефи не только тогда, когда все идет хорошо Но посреди плохой ситуации Можем ли мы, зная о благости Божьей, реагировать радостно, намеренно, с целью? Вы представляете, как это действует на адские силы? Они что-то обрушивают на вас А вы откликаетесь радостной, счастливой реакцией, источник которой – благость Божья Некоторые из вас, послушав это послание, будут испытаны, прежде, чем получат от него пользу Это имеется в виду, когда Библия говорит, что радость пред Господом – наша сила А для чего человеку сила, если ему не оказывается никакого противодействия? Есть один вопрос И мы воспринимали это местописание через призму религиозного мышления Утешася Господом Это мы уже рассмотрели И он исполнит «даст тебе» Подчеркните слово «даст» Хотя вам кажется, что значение тут ясное Но делая перевод, вам надо правильно передавать значение слов Слово «даст» не означает то же самое, что и подарить подарок «даст» здесь не означает действие передачи, как я передаю подарок Значение в этом стихе Писания иное Оно означает произвести в вас изменения Произвести в вас изменения Правильно реагируй в Господе, и Он произведет в тебе изменения Видите это? Имя счастливый, радостный отклик Зная благости Господа, и Он произведет в тебе изменения Я всегда думал, что Бог готов дать мне то, что в моем сердце Но в ходе изучения я обнаружил, что Бог даст мне то, что в Его сердце Но Ему нужно, чтобы я реагировал правильно для того, чтобы получить то, что у Него есть Зачастую вам не нужно то, что в вашем сердце Если оно не пришло из сердца Божьего Здесь значение Произвести в вас изменения Дать, наделить Пример, я дам тебе новый цвет волос Дамы, вам эта тема знакома, верно? Если я даю вам новый цвет волос, то что я делаю? Я произвожу изменения Дав вам новый цвет волос, я произвожу изменения Дам тебе внутреннее желание Дам тебе внутреннее отношение, которое должно у тебя быть К примеру, я дам тебе терпение Я дам тебе доброту И это происходит, когда вы утешаетесь Господом Подумайте, что происходит с этим словом «даст» Если правильно применить его Утешайся Или откликайся радостной Счастливой реакцией в Господе И Он произведет в тебе изменения И наделит тебя тем, что есть в Нем Мы говорим не об избавлении вас от наркотиков А о том, что Бог удалит из вас желание к ним Истинное изменение Это не просто изменение действия Вы можете прекратить что-то делать Не имея при этом внутреннего изменения Собственными усилиями и силой воли Можно попытаться изменить внешнее Но внутренне способен изменить только Бог Вам понятно? А теперь я хочу Чтобы побудить вас к размышлению Я хочу поделиться с вами еще двумя точками зрения на это А затем соединить их вместе Дальше я поговорю о курящих диаконах в церкви И поговорю о ругающихся и пьющих святых Я поговорю обо всех этих чудесных вещах Чтобы показать вам, как преобразиться И спросят Откуда вы знаете? Вы это знаете сами Вы сами знаете, что вы делаете по темным уголкам Характер — это не то, что вы делаете перед всеми Это называется обаяние Люди такие обаятельные и хорошие перед другими людьми А характер — это то, что вы делаете, когда никто не видит Характер значит поступать правильно Потому что это правильно Хотя при этом никто вас не видит Но люди зачастую путают характер с обаянием Мы наряжаемся и приходим в церковь обаятельными Здравствуйте, Божьих вам благословений Слава Господу, этот день сотворил Господь Аллилуйя Но когда вы возвращаетесь домой Именно то, что вы делаете дома То, что вы делаете по темным уголкам и тайным местам Определяет ваш характер Хорош он или плох О, я вам не нравлюсь в это утро Но вы должны любить меня Я вижу, что некоторые из вас делают так Я хочу, чтобы вы приняли эту истину Я хочу, чтобы в эти последние времена вы были победителями Я хочу, чтобы вы были особенными людьми Я хочу, чтобы вы были народом святым Чтобы когда мир проходит через депрессию У вас была радость Аллилуйя Чтобы когда у мира будет нехватка У вас было изобилие Я постоянно вижу сдвиг в финансах Я постоянно вижу Многие годы я говорил вам Избавьтесь от долга Избавьтесь от долга Избавьтесь от долга Знаете, Бог так благ Это знание есть в моем духе Но я не знаю, как выразить его Кроме как сказать, что он дает нам еще один шанс Скоро появится возможность купить недвижимость по очень низкой цене Послушайте меня Но прежде этого Вам надо научиться избавляться от долга Один еврей объяснил мне, как он управляет своими финансами Если вы дадите ему 10-15 долларов Он знает, как правильно распределить их Он берет ведерки, на которых есть надписи Это ведерко для десятины Это ведерко для пожертвований Это ведерко для инвестиций Это ведерко для сбережений Для спасения А сократив